Столица Югры впервые принимает региональные соревнования по баскетболу. Турниры открыты, поэтому заявляться могли команды из других субъектов России и даже государств. На площадку в Ханты-Мансийске уже выходили спортсмены из Казахстана, Луганская и Донецкой народных республик. Представители последней в первый день соревнований сыграли с хозяевами площадки. Чем закончилась встреча, знает наш корреспондент Марина Селезнева. Свист кроссовок и гул-трибун сегодня не умолкают в Ханты-Мансийске. С первых же минут хозяева площадки вырываются вперед. Достойное сопротивление показывают спортсмены из Макеевки. Пока что у команды не очень получается. Много ошибок из-за того, что был довольно-таки длительный перерыв из-за спецоперации. Но мы стараемся нагнать то, что пропустили. Пока что не очень получается, потому что соперник сильный. Ну, стараемся. Бегаем, выкладываемся. Найти минусы у игроков – оказать мощное давление на соперников. Такую тактику выбирают ханты-мансийцы. Результат игры – победа со счетом 77-22 в пользу хозяев. Мы играли с командой, которая сутки добиралась в Ханты-Мансийске. И, уважаемые, знаете, по понятным причинам все лето не тренировалось. Так что они еще до последней секунды бились. Я благодарен спаррингу. Любая игра, как победа, значит, парни прибавили сегодня. Я доволен командой. Стоит отметить, команда из Ханты-Мансийска существует всего две недели. Однако за такой короткий срок спортсмены уже успели найти взаимопонимание. Настроиться на игру. Некоторым помогает музыка. Если все друг друга понимают, если команда как семья, то можно выиграть любого. А вы уже можете сказать, что вы как семья? Да. В турнире участвуют пять команд. Это спортсмены из Югры, Казахстана, Макеевки и Луганска. Соревнования по баскетболу в таком международном составе Ханты-Мансийск принимает впервые. Гости приехали подготовленные. Видно, что парни хотят играть. Рвутся вне зависимости от счета. Впереди еще два насыщенных дня соревнований. Сегодня определятся полуфиналисты, а завтра победитель. Марина Селезнева, Вадим Черняев. Вести Югория. Ханты-Мансийск.